Я Шуков Александр. И если все-таки кто-то из вас был на Гезенбаге в Москве в декабре месяце, то он найдет очень много общего с этим докладом. Поэтому имейте в виду, чтобы для вас это не было новостью. Ну, поехали. Собственно, о чем я хочу рассказать. Я сегодня хочу вам рассказать не только, не столько о тестировании, как мы это в танках делаем. Я хочу еще немножко остановиться подробнее, в чем вообще проблематика автоматизации тестирования игр, потому что это довольно геймдев, я сейчас сама в себе. Здесь много своих нюансов, абсолютно нетривиальных, много своих подходов. И без понимания их, то, о чем я буду говорить, о том, почему мы сделали так, это будет совершенно непонятно. Потом я расскажу немного про то, что мы попробовали в рамках варгейминга, именно в рамках танков. И, наконец, то, что мы получили. То есть мы сделали свой фреймворк тестовый для World of Tanks. И немножко посмотрим под капот этого фреймворка, почему он работает так, а не иначе. Ну и, собственно, как я и говорил, начнем немного издалека. Издали. В чем вообще суть автоматизации игр. И начнем сразу даже еще дальше. Вообще с другой планеты. Мы начнем, как театр начинается с вешалки, так и разработка вообще программного обеспечения начинается с бизнеса. И бизнес у нас в отрасли, в геймдеве такой, что долгое время единственная модель дистрибьюции и бизнеса – это было коробочные игры. Это вы на год-пять залипали с командой у себя в комнате, и в конце выдавали вот мастер золотой диск, типа игра сделана. При таком подходе определяющую роль всегда играло и играет до сих пор ручное тестирование. Оно опирается. Почему? Потому что игру вы делаете один раз, игра потом уходит на мастер-диск, и даже если вы будете делать вторую часть, она, скорее всего, будет сильно не похожа на первую. И вкладываться в создание дорогостройщих фреймворков, которые, очевидно, не за один день делаются, это дело штука сложная, дорогая и с непонятным результатом. Поэтому практически, тем более, что игра к релизу зачастую только уменьшается, а не увеличивается. Поэтому до сих пор те, кто работают с коробочными продуктами, полагаются на мощных мануальных тестировщиков. В то же время мы видим, что последние пять лет, особенно последние пять лет, набирает популярность танки, уже прямо выстрелили в Warcraft. То есть игры онлайновые, сильно завязаны на онлайн, и каких еще модно сейчас тоже называть, как игры продукт-эс-сервис. Это игры, в которых, по сути дела, их жизненный цикл, и вообще самое интересное начинается тогда, когда они выходят в паблик, то есть в релиз, в какой-то релиз для людей, потому что следующие несколько лет, если повезет, все будет хорошо, их будут активно допиливать. Стоимость регресса растет, и тут уже волей-неволей ты приходишь к тому мысли о том, что надо это дело как-то автоматизировать. Но на этом пути, путь очень тернист, и здесь есть несколько таких серьезных вызовов, серьезных сложностей. Первая из которых, это, собственно, монолитная архитектура абсолютного 99,9% игр. Поэтому в то время, как веб успешно уже многие годы идет в сторону все больше и больше дробления на микросервисы, и идея микросервисов была не только в том, чтобы упростить диплой, хотя это был, наверное, основной поинт, но еще и автоматически появилась вот эта мысль с модульным тестированием, потому что у тебя отдельный микросервис, у него есть API, его как-то можно проверить. Поэтому он представляет собой вот такой вот контейнерчик, красивый. В то время как игры по большей степени представляют вот такой куб. То есть это просто реально гигантский бинарник, зачастую там экзешник или еще что-нибудь, у которого минимального API нет вообще. У вас в лучшем случае вы можете туда внутрь вбросить пару аргументов в командные строки, а на выходе получить какой-то лог, ну его прочитать и что-то с этим сделать. Естественно, это очень сильно накладывает ограничения на вообще какую-то либо тестированность. То есть сразу там модульные тесты отпадают, интеграционные, это все как-то становится очень нетривиально. Второй момент. Это опять-таки слабая стандартизация. Каждые игры до сих пор, несмотря на Mo, несмотря на то, что геймдев уже больше 20 лет, как эта большая индустрия, все еще делаются кастомно. Я вот попытался в это облачко, которое находится у вас слева, выбрать какие-то более-менее общие технологии, которые встречаются в играх. И даже самое популярное, Unreal Engine я так расширил, чтобы было побольше, но даже в лучшие годы на Unreal Engine делалось процентов 20-25 процентов игр. То есть все остальные пилились в индустрии по каким-то кастомными движками. В то время как в вебе, кто бы не спорил, все-таки есть вот эти три кита, на базе которой неизменно уже вошли, прочно закрепились. Это HTML, JS и CSS. И неизменность вот этой архитектуры, что мы всегда работаем с HTML, со всем этим приводит к тому, что становится целесообразным вкладываться в разработку фреймворков, что мы, собственно, и видим. И как результат всего этого, что все эти замечательные инструменты, которые сейчас стали стандартом де-факто, G-Unit, Selenium, про которые очень много все говорят и все используют, они, мягко говоря, вообще не работают у нас. То есть их на том уровне, не то, что у вас, знаете, какая-то проблема, и надо там чуть-чуть подхачить, и все будет работать, а они вообще неприменимы. Вы не можете в игру затянуть Selenium, вы не можете в игру затянуть какой-то G-Unit, по крайней мере, каким-то нормальным способом. Можно только руководствоваться общими правилами и общими идеями, которые вот в автоматизации, типа там побольше модульных тестов, побольше whitebox, поменьше интерфейсу кликать. Вот. Тем не менее, за многие годы, что у нас проектом-танком уже больше 7 лет, уже 8-й год идет, и мы, естественно, попробовали несколько вариантов, то есть смотрели все-таки, что же можно с автоматизацией сделать. Я вот сейчас про это немного расскажу. Собственно, первое, с чем вообще, я думаю, тоже все автоматизаторы хотя бы слышали про это и знают. Это кликеры. Они очень простые. Вы буквально пару его установили, накидали координат ваших кнопок, привязали к окну, не надо писать код, ничего не нужно, все классно. Ну, собственно, проблема с ними, она основная и, наверное, единственная, что они вообще не приговорены к автоматизации. Потому что кликер, тест написан на кликере, это не тест. Это просто скрипт. Он не отвечает ни одному из критериев теста. У него нету приконзишенов, у него нету шагов воспроизведения, у него нету контроля результата. Кликер ничего из этого не может вам сделать. Соответственно, строить на них систему, это такая прикольная штука, типа поиграться, вот смотрите, я там две кнопки право-лево запрогал, и вроде работает. Поэтому они вообще непригодны. Дальше вторую категорию, что мы пробовали, и я назвал таким словом утилиты, обобщил. Но на самом деле я в эту кучу замесил вообще все, что все ручные тулы. Это различного рода левел-эдиторы, где вы можете уровень открыть и посмотреть, вот не в игре, а как это на карте вообще весь уровень целиком. Я сюда закинул админки, которые у моего RPG есть, которые вы можете из бэкэнда начислить себе какого-то персонажа, либо там танчик начислить, чтобы не получать его реально. То есть это все там, где у вас есть инструмент, вы руками что-то сделали, и он вам помог это не делать полностью из игры. Что с ними? У нас они практически есть в любой компании, которая занимается геймдэмом, потому что зачастую входят в состав движка. То есть если вы покупаете Unreal Engine, вы получаете и эдитер к нему. Они отлично покрывают контент-тестирование. То есть это там, где мы тестируем асеты, там, где мы тестируем текстуры, трехмерные модели, там, где мы тестируем звуки, там, где тип, объект тестирования, он одинаковый по своей сути, меняются только его внешние признаки. Но как только… и они там работают очень хорошо, и мы там используем их. Но как только вы пытаетесь сделать из этого функциональные тесты, тесты игровой механики, все ломается, потому что тяжело точить эдитеры под игровые механики, сильно ограничивают область проверок, потому что они инжекция только в какую-то часть, и они сильно зависят на оператора. То есть вся идея автоматизации отвязаться от людей по максимуму, а тут они сильно завязаны на людей. Ну, то есть такое. Третья штука, про которую тоже к чему мы пришли, это были инъекции кода. Значит, у нас в клиенте, ну и на сервере, на самом деле, прямо внутри экзешника, внутри бинарника, встроен интерпретатор Python, Python, второй версии. Для чего он нужен, я потом расскажу. Но так как он есть, а так как Python дизайнился не особенно упоротыми чуваками, которые загонялись по защищенности, он довольно легко может быть сломан. Ну, как не то, чтобы сломан, туда легко инъектить код. Вот есть тут в описании, тут не видно, но на самом деле, кто посмотрит презентацию в отдельном файлике, там будет ссылочка, очень классная статья на английском языке, чувака, который говорит, как это конкретно делать, как инъектить ваш код на рамтайме прямо в живое приложение. И идея была простая, типа, если игроки ломают перманентно, там, хакеры с восьмого B-класса ломают перманентно нам танки, танковый клиент, то почему мы не можем вместо вредоносного кода подпихнуть тест, который будет на Python написан, проверить что-то, потому что перспективы большие. Но не взлетело, потому что, во-первых, очень сложно в освоении, то есть тебе надо не только полностью разобраться, как у тебя работает игровая механика со стороны кода, так тебе еще надо придумать, как бы этот свой тест так подпихнуть, чтобы он и проверки делал, и в то же время приложение не крашил. Ну и по факту они и очень сложные в поддержке. То есть любой чих ломает тест полностью и работают фактически. Только первый раз, вот вы типа начальнику показали, типа, вот все работает, типа, класс. И он такой, да, круто. А такой, а завтра приходят, а как работают? Ну и наконец, юнитесты. Про них тоже много все говорят, много используют. Мы все-таки из тех ребят, которые изначально юнитесты не писали, но потом таки собрались с мыслями и написали. Мы не, сразу говорю, у нас не покрыто все юнитестами. Это я даже не представляю себе, как это у нас может быть реализовано. У нас покрыта только питоновская часть. Мы их используем там, где очень хорошо можно сказать, что такое хорошо, что такое плохо. То есть это различные формулы, расчеты, форматы данных. Вот там юнитесты реально стреляют отлично. Четко, работают быстро и результат предсказуемый. Как только мы пытаемся их натягивать на какие-то игровые механики, на что-то рамтаймовое, что-то зависящее от пользователя, там уже это так не особенно стреляет. И самое главное, оно мало говорит о том, как эта логика работает на продакшене. Вот. Это вот то, что мы попробовали. У нас тулы используем для контента, юнитесты используем для… Программисты используют для того, чтобы проверять какие-то базовые вещи в кодах. И, собственно, этого мало. Мы сделали свой фреймворк. Он называется лаконично, botnet. Сейчас мы посмотрим, что же это такое. Но тоже начну я немножко издалека, потому что, когда мы начали думать над этим, мы поняли, что нас ни один тул из имеющихся не устраивает. Надо пилить что-то, свой велосипед каким-то макаром. И первое было полное непонимание, что делать. Ну, типа как. И вот я выписал, хочу остановиться на требованиях системе, чтобы через эти требования, когда мы их вот написали в листок, сразу стала понятна будущая архитектура. То есть и первый пункт, с которым все мы практически сразу согласились внутри тестирования и с программистами тоже, когда общаюсь, это то, что обязательно наш тестовый фреймворк, наша система должна работать с живым сервером. Потому что у нас тонкий клиент, толстый сервер. Основная часть логики работает на сервере. На сервере очень много считается чего на рантайме, очень много всего, чего работает именно в динамике. И мокать это как-то, как-то это упаковывать и при этом доверять результатам тестов не получится. Иначе это будут какие-то сорты юнитестов. Второй момент, это тоже очень определяющий, это то, чтобы фреймворк позволял работать массовкой. У нас игра мультиплеерная, она массовая. То есть у нас бой обыкновенный, это 15 игроков против 15 других игроков. То есть уже просто, чтобы проверить один бой, вам надо как-то симулировать 30. А если вы добавите туда взводы, а если вы туда добавите какие-то массовые тесты или еще что-то, там сразу начинают большие цифры. Никакие юнитесты, никакие кликеры даже близко не подходят к тому, чтобы как-то обеспечивать это. И наконец, так как мы все-таки то, чем это… У нас уже были юнитесты, нам не надо было заморачиваться по поводу того, чтобы это тестировать на стороне кода, а этот фланг был прикрыт. Мы хотели, чтобы система позволяла, которая была написана для тестировщиков, она оперировала на высоком уровне игровыми сущностями. То есть то, чем оперируют реальные функциональные тестировщики. Чтобы там не было вызов какого-то абстрактного метода X, который передает метод Y, который возвращает результат Z. И как с этим работать? Мы хотели, чтобы там были понятные достижимые цели. То есть типа купить танк, захватить базу, проехать, уничтожить, что-то сделать. Один из последних пунктов, один из первых по значению – воспроизводимость багов. То есть система, которая от раза к разу то находит баг, то не находит, то находит, но не полностью, то находит, но не так, нам не нужна. Потому что я думаю, кто в QA не первый год, тот знает, что найти баг – это полдела. А вот найти баг, чтобы он конкретно воспроизводился, найти его как root cause – это, собственно, 50% дела. Ну и, наконец, последняя такая штука. Это просто, чтобы это еще все при этом вменяемо поддерживалось. То есть использовать практики разработки, ну, как те же рефактори, ревью, прозрачная связь с игровым кодом и так далее. Потому что, ну, это же система, мы же ее не на один день пишем. И что мы получили? То есть я сейчас про это буду говорить подробно, но это так, суперкороткая выжимка, что botnet – это фреймворк, который представляет вам эмуляторы игрока в bot. Один такой эмулируемый игрок называется одним ботом. Он называется ботом. Но при этом эти боты выполняют пошаговые инструкции. Они, это не те боты, которые вы могли видеть в Counter-Strike, где вы там писали в консоли ADD-бот за террористов, и там какой-то челик уже с калашом бегал через 5 секунд. То есть они делают только то, что вы им сказали сделать. И эти инструкции сведены в сценарий. Это прямо вот такой скрипт, полотнишко, которое бот делает пошагово и тем самым выполняет ту логику. Ну, чтобы вместо, как говорится, вместо того, чтобы сто раз говорить, лучше один раз показать. Поэтому я вам покажу прямо сейчас запись видео с реально существующего smoke-теста и как он работает. Вот открывается консоль. Это дебаговая. Открывается клиент. Самые глазастые могут заметить, что здесь две надписи с ботом вверху, а клиент только один. Почему так происходит? Один где-то в фоне. Я тоже про это расскажу. Зашли в ангар, покупили танк. Естественно, танк голый. Надо на него навесить всякого веселушки, снарядов купить, чтобы не подохнуть за первую секунду. Камуфляжик для красоты. Все такое. Создаем тренировочную комнату. То есть мы уже проверили танк. Создаем тренировочную комнату. Ждем, когда второй товарищ присоединится. Присоединился, загрузимся в бой. Бот ожидает, пока загрузились в бой. Вот мы в бою. Теперь проверяем механики в бою. Что в первую очередь? Ну, танк должен ездить. Иначе это же не дот. Это же не world of dots. Это world of tanks. Соответственно, мы проверяем движение по прямой, зигзагом, туда-сюда поездить. Вот тут почти задавили сток сеном, но не задавили. Едем по прямой. Ну, сейчас я про это расскажу. Вот он один раз выстрелил, чтобы стриггерить перезарядку. Мы знаем, сколько идет перезарядка у этого танка. Мы смотрим, что он перезарядится за корректное время. И потом начинаем валить уже с ускоренной перезарядкой через чит. Просто потому, что нам задача уничтожить вражеские танки и проверить, как бой завершится с уничтожением всех врагов. Вот он тут сейчас в последний раз выстрелит. Хлопнул танк. Вот. Победа по уничтожению всех противников. Мы проверяем, что действительно мы победили. Мы это ожидаем. С стороны теста. Выходим в ангар, проверяем. В фоне проверяются пост-бв результаты. Все. Вот этот ролик длится минуту 57 секунд. В принципе, он включает в себя уже такой, я бы сказал, довольно неплохой смоук-тест, который вам позволяет ответить, что базовые механики у вас ключевые, типа там танки и бой работают точно. Соответственно, используем мы его в первую очередь. То есть как мы это дело используем? Мы используем вот для тех самых, в первую очередь, для автотеста в игровой логике. Потому что он под это и делался. То есть это смоук, регресс, приемочные тесты. Вы видели смоук-тест. Потом, очевидно, что раз мы уже вложились в создание такой системы, это глупо было бы использовать ее только для автотестов. Мы еще используем ее для того, чтобы пилить нагрузочную тестность сервера. Потому что у нас как-то, видно, мы проблему с массовкой решили. Я пора это расскажу. И самое последнее, ну тоже, я бы сказал, даже первое по значению, это то, что подготовка тестового окружения. Смотрите, написать такой тест, как вы только что видели, который на две минуты, это все-таки надо знать программирование. Надо уметь писать на Python, надо как-то понимать вообще игровую логику и так далее и тому подобное. Это довольно сложно, ну так вообще для новичка. Но очень просто написать какой-то маленький сценарий, который просто вам облегчит жизнь. Например, у вас стоит задача, как у ручного тестировщика, протестировать покупку 50 танков французской ветки. И если вы будете это кликать руками, и пусть вы там супер-мега-спиди Гонзалес, который там клик в секунду делает, у вас на это уйдет, ну минимум там, каждая покупка танка пусть там три клика, у вас уйдет 150 секунд. То есть это самый минимум, это если вы типа отвлекаться не будете. Чтобы купить 50 танков ботом, ну это три строчки кода, реально три. Даже если вы сами не можете их осилить на Python, а Python очень простой язык, то вы можете попросить меня, грубо говоря, или там своего товарища, кто шарит чуть больше, он вам напишет и у вас уже выявляет, вы все еще мануальный тестировщик, у вас все еще мануальный кейс, но вы у себя жизнь упрощаете очень и очень сильно. Ну и наконец-то переходим к какому-то интересу. То есть мы начинаем, посмотрим, как это все работает, почему оно сделано так. То есть посмотрим, как мы дизайнили этот фреймворк и почему он работает. И первое, с чем мы столкнулись, то что нам нужна какая-то среда исполнения тестов. Очевидно, что Paytest, Python нам не подходил, какие-то системы унитестов, ну ничего не такое из коробки не содержат, какие-то шаги, сценарии, это вообще не пришей кобле-хвост. И мы думали, как бы нам сделать эмулятор клиента. Мы рассмотрели варианты замокать его, сделать какой-то самописный клиент, который будет мимикрирует под реальный клиент. Но чем больше мы об этом начинали работать, как бы ресерчить эту тему, тем больше становилось ясно, что сделать это нормально не получится, потому что клиент танков очень… и протокол передачи данных очень сложный. И, во-первых, как его замокать, непонятно. Во-вторых, даже если мы это сделаем, непонятно, что мы проверяем тогда по итогу, потому что гигантский клиент, мы его выкинули, сервером работаем по своему механизму. Ну, то есть опишку какую-то тестить, ну как-то дороговато. И в итоге пришло понимание, что все-таки нам надо целиться на сам клиент. Нам не надо городить велосипед хотя бы в этой области. Мы должны взять клиент и научиться с ним жить. Мы взяли клиент. И вот здесь на этом слайде показана такая супер-супер простая архитектура, слоеный пирожок из того, как выглядит клиент и сервер с точки зрения подсистемы. На самом деле сервер, он у нас более жирный, чем клиент, но так как я рассказываю про клиент, то, собственно, на нем будет и фокус. То есть у нас есть и там, и там, есть плюсовый уровень на самом низу. То есть это в итоге просто бинарник. Либо серверный под Linux, либо под Windows и XS. Они общаются друг с другом напрямую через прямые UDP-пакеты, чтобы было быстрее. И там, и там внутри бинарника находится интерпретатор питона для того, чтобы работать с игровой логикой. И в клиенте, к сожалению, увы и ах, находится еще флеш. Мы его используем для того, чтобы рисовать пользовательский интерфейс. То есть вот эти двумерные кнопки, да, у нас флеш. Принимаю соболезнования после доклада. И практически сразу было очевидно, что нам надо целиться в Python. На клиенте вот в этот уровень, потому что, ну, что на плюсах делать? Смотреть, как память выделяется блоками, смотреть, как диски вычитываются. Ну, что там интересного? Вся логика, которая на клиенте есть, она крутилась в Python. Поэтому нам туда. Тем более, что мы проще. Видите? Какие-то проблемы? О! Как обычно. Туда-сюда, туда-сюда и все работает. В общем, мы начали смотреть, а что же у нас на уровне Python. Ну, и очевидно, на уровне Python мы получили целый ворох самых разнообразных объектов, которые представляют элементы игровой логики. То есть, например, там есть объект-магазин, который вам содержит методы, все отвечающие за продажи танков, снарядов, все барахла, которые есть. Там есть объекты-танки, собственно, то, с чем вы играете. Там есть state.at.ui и, собственно, довольно тривиальное решение, которое прямо лежит на поверхности. А давайте просто еще один, запихнем туда объект, который будет называться bot, который внутри себя будет содержать сценарий, и крутилку, которая будет эти сценарии дробить и пошагово как-то выполнять. И, в принципе, так оно и работает. То есть, мы просто инжектим в Python дополнительный объект, если бы не одно но. Вот там аналитность, про которую я говорил буквально на втором слайде или на третьем, она делает так, что данные от сервера приходят напрямую в компоненты. Там не то чтобы какая-то защита серьезная, просто так налажены потоки данных, что просто боту узнать о том, что что-то произошло в магазине, не получится. Он просто не получает этой информации. Поэтому мы что сделали? Мы сделали набор прокси классов, которые, когда мы загружаем клиент в режиме бота, они ложатся поверх шопа, поверх UI стейтов, поверх танков и проксируют в себя вызовы. То есть, они подменяют оригинальные, в себя просто запоминают информацию, которая нам пришла от сервера и сразу же передают ее настоящим классам, чтобы игровая логика не ломалась. И таким образом бот, а бот слушает прокси, и таким образом он понимает, что у вас происходит с оригинальными сущностями, а уже потом из Python просто дергает методы напрямую у сущностей. Благодаря всему этому, что мы получили? Мы получили полноценный клиент, который можно запустить, который уже знает, как общаться с сервером. У него уже налажен весь протокол, его никак не надо менять, который позволяет тесту, который крутится внутри этого бота, доступиться к полной доступу к игровой логике и данным, потому что мы вращаемся в том же самом Python, на том же самом уровне, в том же самом адресном пространстве, где крутится вся игровая логика. То есть вы можете прямо в Python написать нам покажи мне все там сущности, посмотреть, что у вас там сейчас в куче лежит, и так далее и тому подобное. Вызывать это все напрямую, или как-то более хитро, что в свою очередь открывает очень большие перспективы. Вы можете написать модульный тест, вы можете написать N2N тест, если вы хотите. У вас все для этого есть. Что в недостатках? Почему я сюда поместил один бот, один клиент? Казалось бы, ну довольно тривиально. Ну то есть вот есть бот, ну и клиент ему нужен. Типа, а что это недостаток? Да все бы класс, если бы это был не игровой клиент, который тяжелый. Напоминаю, что речь идет про игру. То есть это, ей нужен CPU, желательно двуядерный, и не меньше 3 ГГц современный. Ей нужно 2 ГГц, а лучше 3 оперативной памяти. Ей нужна видеокарта настоящая. Ей нужен диск и так далее. Ей нужна реальная сетка. И она еще и медленная. Ну то есть потому, что там везде вейтинги, то есть потому, что это все сделано для игрока. Когда вы кликаете по кнопке, кнопка у вас блокируется, потому что мы на сервер запрос, если вы ждем его. Ну и короче, построить просто инфраструктуру какую-то быстро, это как-то получается очень нетривиально. То есть чтобы бой эмулировать, вам надо 15 на 15, то есть 15 машин что ли, 30 машин для того, чтобы один бой. Тем не менее, мы когда сделали, мы получили вот это. Это одинокий бот, заехал на середину малиновки сам. Вот он один загрузился, сам на себя создал карту, доехал до середочки и такой типа сгрустнул малеку. Требования к системе, тем не менее, первое мы выполнили. Все, вот у нас уже есть какая-то штука, которая, во-первых, в себе может крутить тесты, во-вторых, она работает живым сервером, потому что это живой клиент. Следующий состоял создание массовки. И тут, очевидно, нам не подходил клиент, потому что надо было что-то делать. Он просто не влезает. Что мы придумали? В общем, в чем была идея? Мы опять вернулись к клиенту, начали смотреть, а что нам мешает? Просто два бота заспаунить, поднять две, дернуть два раза конструктор класса у бота и сделать два бота в одном клиенте. Оказалось, что рендер мешает и UI мешает, потому что у него начинает полностью срывать башню от того, что один бот находится в ангаре, а другой бот находится в арене. И он пытается отрендерить, ну и там все, мягко говоря, эксепшенами до луны обратно покрывается. Поэтому как в старом добром подходе просто начинаем резать. Когда непонятно, что делать, надо резать. И мы просто взяли, вырезали флеш, полностью отрезали его, убрали рендер, убрали звуковую подсистему из клиента, начали просто отрезать все, что непонятно и вроде как не нужно. И когда мы это сделали, в какой-то момент оказалось, что просто так entity резать не получится на питоне, потому что они завязаны на UI, и нам пришлось сделать легковесную реализацию всего этого добра. И в результате мы получили новый бинарник, который назвали bot.exe, и это представляет собой такого консольного бота. Этот консольный бот все так же выглядит, как клиент для сервера, потому что мы не поменяли у него ни одной строчки из сетевого кода. Он для сервера все выглядит одинаково. Он вообще не видит разницы между живой игрок, клиентский бот или консольный бот. У него можно, за счет того, что мы вырезали интерфейс, у него много ботов внутри одного процесса, можно поднимать сходу. То есть мы на практике поднимаем там 100-500 ботов внутри одного процесса. И он очень легкий и быстрый, потому что у него нет всего этого UI, у него нет рендера, ему не нужна видеокарта, оперативной памяти, он занимает 4 мегабайта на один бот против 2 гигабайт в случае с клиентским. Ну, а недостаток, собственно, вот главный. Дебаг сценариев, headless ботов очень классно прокачивает воображение, рекомендую. Ну, собственно, тоже довольно очевидный недостаток. Проверять рендер звуки UI вам уже не получится, потому что их нет. И надо будет, чтобы кто-то запотел и написал вот эту облегченную логику. Мы ее, конечно, максимально используем и с клиентом, то есть там все, что можно, тянем, импортируем, наследуемся. Но там, где жесткая завязка на UI, мы приходим, мы делаем реализацию маленькую без UI. И вот результат. Увы, по-прежнему один клиентский бот и вокруг него 15 headless ботов. Но так как они headless, будем надеяться, что боеприпасы они не закупили в соответствии с своим названием. И у этого танка есть хоть какой-то шанс. Как результат получилось, что самосовку мы тоже создали. Все, у нас уже есть и такой, и headless, и консольный. Можем много, можем мало. А, собственно, как им говорить, что делать? Вариант был первый. Писать сценарий на XML, потому что, типа, программировать не надо, все, можно тестировщикам отдать, и, ну, получилось вот как-то так. И это одна команда. То есть выглядит убого, как в общем-то, и чем является. Да, тут можно прикрутить какую-то XML схему, валидацию и так далее, но это все равно суть не меняет, потому что если у вас код и сценарий начнет ветвиться, то там начнет, мягко говоря, нехорошие вещи происходить. Особенно аргументы классно смотрятся, да, последние. Один и два. Они на самом деле что-то значат. Вот, поэтому мы быстро пришли к тому, чтобы использовать то, о чем Джон Кармак говорил, и, собственно, он и сделал это еще в 97 году в кваке. Когда первая квака вышла, у него была, типа, такая, которую никто не заметил, фича крутая, что он сделал C, взял язык C и отрезал от него всю ненужную лабуду и сделал подможество языка C, которое он назвал C-квake, для того, чтобы описывать по простому игровую логику. И многие так сейчас делают. И вот у нас, мы подумали, а почему нам не использовать голый Python? Ну, так как у нас интерпретатор Python, то почему бы и сценарий на Python не писать? Я там еще Lua добавил. Это для тех, кто не в курсе. Lua очень популярный скриптовый язык в геймдеве, прям такой чуть ли не стандарт де-факто. И вот как выглядит сценарий на текущей реализации, это вот тут сколько строк кода? Тут 6 строк, 7 строк кода, ну, с мейном 8. И он делает осмысленные вещи. То есть он покупает танк, ждет троих ботов свободных, берет первого бота, назначает по имени создателем взвода, всех остальных закидывает ему в созводники и стартует бой и ждет, пока бой стартанет. То есть это уже довольно много логики всего в 8 строчках кода. Ну и читается это в принципе чуть получше, чем xml, как по мне. Вот тут все это есть, но время поджимает, поэтому я все это проскипаю. Остановлюсь на важном. Поднимите руки, кто понял или кто хотя бы догадывается, зачем на прошлом слайде у некоторых функций слово yield ключевое с Пайтоном. Anybody? О, один. Есть один. Есть один герой. Собственно, ну для тех, кто не понял, я делаю обычно так. У меня такая стратегия. Если я что-то не понимаю, я это вырезаю. Это вы уже поняли по Headless Bot, как мы это делали. Поэтому давайте посмотрим, что будет, если это слово просто убрать и вызвать все то же самое, только без него. Ну вот вы увидите примерно вот такое полотно, достойное самого Дали. вот кисти Дали, то есть висит танк в воздухе, но и даже эта прекрасная картина вам будет видна секунд на 5, на 10, а потом вы увидите вот такой квадрат, белый квадрат Крашевича, потому что танки скрэшились. Почему так происходит? Я постараюсь очень кратко, потому что время тоже поджимает, хотя область большая. В общем, суть в том, что когда вы работаете с игрой, она у вас не такое приложение, как типа веб-сервис какой-нибудь, где вы сделали запрос и пока вы респонс не получите, вы типа как бы залипли. Игра у вас кадры рендерит. Вы знаете, там FPS, кто слышал, типа что малый FPS, игра лагает. Это означает, что основной поток выполнения программы не может быть заблокирован. При этом у нас онлайновая игра и нам всегда надо ждать ответа от сервера, потому что мы не говорим я покупаю танк и дергаем логику покупки танка. Мы говорим серверу я хочу купить танк, а он нам через какое-то время отвечает ты купил танк, рисуй в инвентаре. Ты не купил танк, у тебя недостаточно золота. И мы не, при том, что нам надо ждать ответ от сервера, а он находится через интернет, где-то там по сети и ответ в общем случае непонятный, когда придет и придет ли вообще. Поэтому нам еще, при этом нам нельзя блокировать ожидания. То есть тривиальное решение в лоб, типа написать import time time sleep точка 5 секунд, типа 5 секунд подождать, не произойдет. Потому что когда вы напишите sleep, вы заблокируете интерпретатор и у вас все остановится. У вас кадры перестанут рендериться, у вас перестанет отвечать UI и это будет ну как бы не очень круто. Игра скрешится, скорее всего, потому что она не будет разгребать сетку. Как решать такую проблему? Потому что видите, у тебя две задачи, они друг другу противоречат какой-то позиции. Это кооперативная многозадачность. Много написано книжек умных, как это ее решать. И я, наверное, буквально в двух слайдах расскажу, как это решили мы, потому что здесь довольно обширная тема. Мы разделили весь код на синхронный и асинхронный. Синхронный код это то, что мы понимаем, что будет выполнено гарантированно за один кадр или за 100 миллисекунд. И нам не нужно ждать ответа терра. То есть какую-то логику все-таки мы можем посчитать на клиенте. И такой код мы вызываем просто как обычная питаньящая функция. Ну вот у нас есть функция isClose2D, вы передаете ей две точки. Если эти точки в трехмерном пространстве находятся ближе, чем два метра, она вам говорит true. А если нет, то false. И применение очень простая одна строка. Мы хотим проверить флажок у нас, типа доехали ли мы до вражеской базы. Мы отдаем позицию базы и свою позицию танка. И она нам возвращает true или false. То есть, как обычный питомский код, все знают, все понимают. К сожалению, такого кода меньшинство, а большинство у нас все-таки асинхронного кода. Что это за код? Это код, который будет выполняться заведомо больше одного кадра из тайны секунд. И ему, и или нужно ждать ответа от сервера. Как это работает? Если вы счастливый пользователь вашего проекта на Python 3.5 версии, существует замечательная библиотека Async.io, которая позволяет оборачивать ваш код в future objects. Там есть ссылочка на документацию в отличной библиотеке, оттестированное реально продакшн решение. Берите и используйте. Если вы, как мы, не настолько продвинутые ребята и у нас Python используется 2.7 версии, то в принципе вы все то же самое можете сделать, только придется чуть-чуть руки замарать, вам смотреть в сторону генераторов и ключевое слово yield. И опять-таки ссылка на статью здесь есть. Там, потому что на самом деле весь этот Async.io он работает на генераторах. Мне уже тут показывают, просто люди есть хотят. Мощь генераторов я проскипую, потому что это большая тема. Я вам хочу так. В общем, когда мы их покорили, у нас получился клиентский бот, headless бот для создания массовки. У нас получили сценарии, написанные на Python, которые работают и с синхронными случаями, когда мы какие-то там позиции проверяем, и с синхронными, когда мы говорим типа там купить. И так как это питоновский код, то мы его просто запушили в репозиторий и повесили на него, применили к коду фреймворка те же правила, которые применяются к обычному питонящему коду в разработке. То есть review, pull request и так далее и тому подобное. Но, собственно, я до сих пор не ответил на вопрос, а что, ну и вот как с помощью всего этого добра поиск багов осуществлять, потому что, ну, фреймворк, который супер-мега-круто написан, по всем правилам и классные задачи решает, но не ищет баги, но это не тестовый фреймворк, это какая-то фигня. Собственно, очевидно, ну, то есть все, я думаю, представляют, что любой тестовый фреймворк иждется на ассертах, то есть вы просто допихаете кучу ассертов и получаете, то есть ответ, работает что-то или нет. Парсинг-логов. Я буквально по пару слов скажу по каждому из них. Значит, а что такое степ-контрол? Идея в том, что вот типичный тест выглядит вот так. Вы что-то делаете, а потом делаете ассерт, что мы сделали это все правильно. Но на самом деле, вот смотрите, этот тест, какая его задача? Задача проверить, что вы сначала начислили себе денег, потом покупаете премиум аккаунт на один день, который стоит 150 голды, и вы ожидаете, что он пройдет позитивно. А потом вы проверяете негативный кейс, вы на неделю пытаетесь купить, но так как у вас 50 золота осталось, а неделя стоит 600, вы очевидно не купите, и это фишка. Вам надо проверить, что вы не купили или денег, поэтому у вас инвертированный результат. На самом деле, если у вас вот так написано, вы не ожидаете, ведь упасть может и на начлении денег, и на премиуме, и где угодно. Вы не ожидаете, что он там упадет. Поэтому мы, что мы сделали? Мы сделали такую штуку классную, как чекет-декоратор, это вложенная функция, которая оборачивает любую асинхронную функцию, и она производит контроль результата типизированный на своем стороне. То есть, когда вы вызываете функцию, она по умолчанию вызывается не напрямую, а вызывается в обертке. И вот эта обертка, она контролирует ответ от сервера, и если ответ не соответствует дефолтно ожидаемому, она уже фейлит сценарий, она уже создает типизированный ассерт, хотя вы его не написали. И у вас получается вот такой тест. То есть, мы вот все ассерты выкосили, потому что если мы попытаемся начислить денег, и они не начислятся, сервер нам скажет, деньги не были начислены, и мы упадем прямо здесь, потому что вот эта set money функция, она декорирована чекет функцией. И вот. Ну и собственно все. Ассерты, тоже понятное дело, что они есть, потому что выкосить их полностью не удастся, вам надо всегда что-то, какие-то тонкости проверять, но он у вас один. Вы только в конце ожидаете, что премиум не купится, вы говорите, что чек фолст, не надо проверять, но вы записываете результат и смотрите, что в ассерте действительно в результате ничего нет. Это были ассерты к steps control. С логами, с парсингом, ну тоже так все просто, достаточно. У всех у вас в проектах есть куча логирования, обычно тестировщики туда смотрят, только когда что-то пошло не так. Мы на этом сделали ставку, чтобы наш фреймворк туда тоже смотрел, потому что у нас очень много подсистем, и каждый из них хоть что-то полезное пишет в логе. То есть игру делают обычные игры дизайнер так, чтобы они не блокировали, чтобы они максимально были стабильные. То есть если у вас что-то там идет не так, например, вы на карту грузитесь, а у вас текстуры нету, потому что она битая, потому что из интернет лаганул, то вам не крэшим игру и не останавливаем ее. Мы вам просто рисуем черный квадрат на полэкрана и говорим, типа, ну и давай, шпиль теперь дальше. Или там вместо красивой модельки квадрат какой-нибудь загрузили. Вот. Но в лог что-то будет написано. И смысл в том, что вот из такого месива, вот как здесь, можно с помощью правил обычного парсинга текста в логе можно выделить какие-то группы ошибок. И эти ошибки тоже приотачить именно как отдельно обработать. Не просто типа в конце гребной логи, а именно считать это багами. И вот теперь самая прикольная тема это по поводу распределения. Типа вот как вот есть 100% багов, найденные автотестами. Как вы думаете, как распределяются они между этими трем? Я дам первую подсказку, что 30% багов мы находим на этапе контролирования шагов. То есть 30% всех багов и тестов упало потому, что бот что-то делал, что он ожидаемо должен был сделать, а оно не сделалось. Потому что сервер ответил криво, потому что он упал, компонент нет, сценарий крови и так далее. Ну, теперь поднимите руки, кто считает, что мы ловим больше сассердов, чем с логов. Никто не считает. О, хоть один. Отлично. А кто за то, что из логов парсим больше? Ну, большинство. Да. 50%. То есть прикиньте, 50% всех багов автоматизации, которые мы нашли, мы нашли не из асердов, потому что кто-то слишком умный поставил асерд, а мы нашли их потому, что тест завершился типа успешно, но в логах были ошибки, потому что эта ошибка была на стороне разработки за suppression, она была в track edge. Мне говорят, что время заканчивается, но я все-таки пару слов еще скажу. и это говорит о том, что мы можем много поддискуссировать с вами о том, насколько мы нормальные ребята, насколько это вообще хорошая практика так делать, но это данность. И, собственно, выводы, они очень простые, что если вы все-таки захотели, что по умолчанию, не пишите свой фреймворк, потому что это дорого, долго и не факт, что вам это понадобится. Но если вы, как мы, заметили, что у этого байка не хватает педалей, то, возможно, вам все-таки надо сделать байк с педалями. Вот тогда, если вы все-таки решились на создание такого фрейворка, подумай, вот это, на мой взгляд, четыре вопроса, ответив на которые, вы можете, ну, уже думать об этом чуть больше всереду. То есть, где выполняется тест, что будет его среда выполнения. У нас это headless клиентский бот. Как он написан, у нас это сценарий на Python. Как он уживается с объектом тестирования. То есть, он вызывает ремоут коллы, он по HTTP стучится, он придет сообщение, либо он через асинкронные методы. И как он будет находить баги? Вот с помощью что для него это будет? У нас это вот трехстадийная система контроля. И используйте любую возможность найти баг. То есть, все, что не только асерты и имиджить, а ответы от объекта тестирования, логи, скриншоты, все. У меня все. Спасибо за стойкость, ребята. Спасибо, Саша. Пожалуйста, вопросы. Спасибо за доклад. Было, правда, интересно. Скажи, пожалуйста, звучит так, как будто уже все сделано и все классно. А чем у вас тогда автоматизаторы занимаются? Они допиливают это. То есть, это как бы, понимаешь, это такая штука, которую фрейморк можно только начать. Закончить его нереально. Потому что проект развивается, у нас добавляются новые фичи, нам нужно интегрировать поддержку с вебом, мы хотим парсить логи более интеллектуально, а не просто грепать их в тупую. Мы хотим прикручивать интеграцию к джигре, мы хотим прикручивать и так далее, и тому подобное. Вот конкретно сейчас мы работаем над тем, чтобы пилить систему над всем этим, которая будет позволять цепочки тестов склеивать друг с другом. То есть, когда у тебя несколько тестов и один из них является прикондишеном к другому. Это не очень крутая практика, но это то, с чем приходится жить в условиях, когда у тебя сложный проект, где у тебя одна механика строго зависит от другой механики и никак ты ее не мокнешь. Спасибо. Тут просто шкурный интерес, меня хайрили ваши вечеры. Спасибо, реально было круто. Вопрос, существуют ли у вас сценарии, что бы свершились, которые нужно, чтобы прошло день, два, три, пять, десять и больше? Нет, нет, таких нет. Это сразу блокер. Если есть механики, которые завязаны на время, мы их решаем тем, что мы меняем константы на стороне сервера и на стороне клиента в качестве прикондишен степа для теста. То есть меняете время? Да. То есть мы его прям переводим, чтобы ты за две минуты отложил. Но для сервера это как будто сутки прошли. Добрый день. Хорошая презентация. Вопрос следующий. Как вы решили вопрос времени, которое затрачивается вообще на прогон всех тестов? То есть они же, наверное, запускаются с какой-то одной машины? Нет. У нас как бы один тест запускается на одной машине. Но есть пачка машин, есть параллели. То есть параллели или просто машины, да? Да. На запуск тестов. То есть оптимизируем сами тесты на то, что smoke, regress, full regress. То есть не надо гонять full regress по каждому чиху. Перкомитном вообще не гоняем эти тесты. И машины. То есть закупаем. У нас несколько стейджингов, которые под основные ветки разработки. У меня сразу тогда вопрос дополнения. Тоже стало интересно. Так как сколько выглядит ну pipeline тестирования? То есть вот эти тесты это smoke, окей там, сколько это занимает времени? Они интегрированы. Вот эти тесты, они существуют в вакууме. Это не просто типа вот есть отдел автоматизации, мы там сидим что-то и сами себе тесты какие-то мутим. У нас типа свой… Мы интегрированы полностью в процесс ручного тестирования. Все равно ведет ручное тестирование. И там просто ну pipeline здоровый, там типа от тестирования в бранче девелоперском, тестирование в транке, тестирование в релиз-кандидате. И вот в каждой из этих вот стадий встроены какие-то виды автотестов. То есть если мы говорим это девелоперский бранч, то у нас там и там еще работа кипит, то зачем там гонять фул регресс, который гарантированно упадет? И это будет долго по времени. Потом гоняем смоки. Если мы говорим, что это релиз-кандидатка, в которой нет, не должно быть коммитов, то почему бы там не прогнать фул регресс и не убедиться, что это действительно так. И сколько занимает? Что? Фул регресс. Фул регресс? Фул регресс занимает сейчас нисколько, потому что он еще сейчас в активном тестовом допилле. Ребята, еще вопросы? Я думаю, что фул регресс с учетом текущего картины, сколько он будет идти, я думаю, он будет идти часа 3-4. На одной. То есть если вот на одной тачке его запустить, он будет идти там. Столько. Окей, ребята. Может быть 5. Окей, ребята. Уже время вышло. Я туда всех приглашаю на стенд. А я еще приглашаю получить подарки. Пожалуйста, держи. Понравился твой вопрос. И товарищ, товарищ, кто второй? Кто задавал второй вопрос? Короче. Держи, товарищи. Я тебя запомнил. Вот. Ну вы, тем, кому не хватило, а очень хочет получить еще что-нибудь от ВГ, нагреть нашу… А пока если вы идите простаивать, вы майнили? Конечно, майнили. Откуда, по-твоему, такие прибыли? Тем, кому не хватило подарков, очень хочется. У нас еще стенд стоит там в уголке, и девочки будут рады за интересные вопросы, и эти… вам что-нибудь выдать на память, память на сувенир, и можно меня там будет найти, еще поспрашивать, попытать на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok